Хвасталась в Фейсбуке своей подруге, что вот-вот я сейчас поеду в Берлин, я поеду в Берлин, для них Берлин, Шенген, это очень важно. Давайте делать все, чтобы они не смогли сюда приезжать. И вторая часть моего доклада. К огромному сожалению, значит, наш рупор свободы, наше главное, значит, в среде сет искусства для нас самым важнейшим является Фейсбук. Так вот, Фейсбук к травле диссидентов лоялен, и Фейсбук сам, с конкретной комиссией Фейсбука, есть, по моему мнению, купленный персонаж, который занимается банами диссидентов на ровном месте. Я, с вашего позволения, значит, она, ну, отберег, начнется смешная история, чтобы вас не утомлять, а потом я перейду к тексту довольно занудному, но чтобы вы понимали, за что можно улететь в бан на месяц на Фейсбуке. Ну, есть такой журналист Александр Тверской, который занимает очень активную антироссийскую, антикремлевскую позицию. Так вот, значит, он молодой диссидент, очень пламенный борец за все хорошее, и вот идет, он шагает по весенней Москве, и тут вдруг раз, и пошел нормальный летний дождь. Весенний, летний дождь. Это было ровно, значит, в прошлом летом, в начале лета. И вот забыл все свои революционные идеи, спрятался под дерево, наслаждается. Погода открывает глаза, бац, а на дереве сидит бойцовская собака. Тоже прячется она, а у него глаза вылезли на лоб, он сфотографировал бойцовскую собаку и запилил эту невероятную фотку в Фейсбук. Фейсбук его заблокировал за фото бойцовской собаки, сидящей на дереве. О чем это говорит? Это говорит о том, что в Фейсбуке или сидит купленный персонаж, или Фейсбук нагло врет, говоря о том, что блокируют живые люди, а не роботы. Нагло врет. На Тверского тысячи ватников и кремлевотов ежедневно посылают репорты, и поэтому Фейсбук блокирует Тверского, не глядя. Также заблокировали абсолютно аполитичную мою приятельницу из Берлина, которая разместила фотографии двух своих голых кошек. Ее заблокировали за изображение голого тела. После этого еще Фейсбук говорит, что у них банят не роботы. Значит, теперь по поводу... Значит, сейчас будет текст немножко скучноватый, но вы меня простите, это важно показать вам, какой степени интеллигентности и сдержанности тексты блокируются, значит, авторы блокируются на месяц. Антон Никитин. Этот текст мне передал Леонид Волков, который серьезно изучал проблему банов в Фейсбуке. Когда я слышу о таких патриотических персонажах, я часто вспоминаю, как мне иногда задают идиотские вопросы. «А ты же русский, почему ты свою страну ненавидишь?» Такие вопросы мне кажутся идиотские. Во-первых, я им не являюсь. Пропасть между русскими и русскоязычными несомненно велика. Не понимание этого – первый признак гражденного кретинизма. Второе – не понимая людей, которые гордятся своим православием или тем, что они русские. Быть православным – значит быть на уровне развития XIX века. А гордиться тем, что ты русский – это все равно, что гордиться тем, что ты родился в понедельник. Искренне считаю, что единственное достижение этого народа – всего лишь русский язык. Тут дальше рассуждение о русском языке. Поверьте мне, чтобы не утомлять вас, я это не читаю, но рассуждения исключительно сдержаны. Значит, за последние 200 лет народ не придумал вообще ровным счетом ничего. Спорное утверждение, но тем не менее оно в допустимой форме выскажено. Лифты, эскалаторы, водопроводные краны, смесители, душевые кабины. В всемирном гипермаркете нет ни одного аппарата, достойно созданного в России. Единственное достижение русских – это создание бесчеловечной системы пренебрежения человеком. Ведь даже современные томографы в России не производятся до сих пор. Ну, с реланчей, ведь это же наше. Ну, что? Это не было проблема. Так вот этот текст, тут еще один абзац, который также ровно написан. Я даже не знаю, есть ли кроме России еще хотя бы одно такое государство, главой которой столько раз становились иностранцы, и не нашел нарушения правил в этом замечательном слове. Значит, дальше. Значит, тебя проще ебнуть, чем что-то объяснить. Фейсбук не увидел угрозы физического насилия в этой фразе. Дальше. Значит, скоро я тебя завалю. Фейсбук не нашел физической... Наверное, Фейсбук решил, что завалить – это в хорошем смысле. Значит, я не смогла добиться от Фейсбука ни одной блокировки авторов, которые присылали мне физические угрозы. И эту последнюю угрозу я получила пять дней назад, и получила ответ, что Фейсбук не видит в ней нарушения правил. Единственный человек, которого я смогла заблокировать – это девушка нетрадиционной ориентации, предложившая мне, так сказать, свою любовь. А вот здесь вот Фейсбук ее заблокировал, потому что счет это предложением секса, а секс в Фейсбуке предлагать нельзя. А вот по голове... Это ради Бога. Значит, к сожалению, мы не можем... У Фейсбука нет функции обратной связи. Да, значит, моя подписчица Любовь Шапорина, тоже ярко выраженный, значит, стойкий антипутинец, была отправлена в бан за фразу дискуссии «глупывые и бессердечные». Значит, за это ее отправили в бан. При этом, значит, обещание отрезать мне голову – а такое было. Большинство угроз я вообще получаю от декистанцев и чеченцев, но русские тоже хороши. Значит, за обещание отрезать мне голову и за взывание, вот я ответила, паршивая жидовка, не забален ни один человек. Ну, с другой стороны, это правильно. Ведь меня никто не называл глупыми и бессердечными. Я просто голову отрезать по обещанию. Так что с точки зрения Фейсбука все правильно. Значит, и с чего я делаю выводы, заканчивая свое выступление, что Фейсбук смотрит на травлю диссидентов очень лояльно и даже поддерживает ее, потому что коммерция для Фейсбука превыше всего, а Россия – это огромный рекламный рынок. Я не стала вас утомлять примерами, значит, умеренных антипутинских текстов, за которых авторы попадали в бан, но это и Андрей Нечаев, который мог бы многое рассказать, как его сажали в бан за абсолютно, за антипутинские, но абсолютно нейтральные тексты. Это множество российских инакомыслящих. Могли бы с вами поделиться этими историями. Кстати, Андрей хотел сюда приехать, но его не призвали. Он приехал. А вас звали? Вы написали и сказали, что я бы хотел принять участие в форуме, поэтому вы здесь. Как и остальные 230 участников. Так что примерно так. У Нечаева, вот вы мне поверите, был очень ровный аналитический текст про то, что в нашей стране в Кремле все очень плохо, и люди там очень неумные и нехорошие. Спасибо большое. Спасибо. Айдер. Спасибо.